Всем привет! С вами вновь Мария и канал Монстры Кинобзоров. Сегодня мне бы хотелось сделать два кинообзора про фильмы, которые я последний раз посмотрела. Первый кинообзор по фильму Чебурашка. Это нашумевший фильм, который вызвал неоднозначную реакцию на Западе, потому что вроде как Чебурашка это символ России, всегда считался. А его сейчас, по-моему, на Западе не очень как-то оценивают, хотя фильм очень смешной. Я рекомендую всем посмотреть. Так вот, сюжет этого фильма кратко. Когда у человека не хватает людей рядом, он становится одиноким. И со временем нехватка друзей перерастает в какое-то затворничество у человека. И вот то же самое произошло с персонажем, главным героем, который работает смотрителем ботанического сада. И он одинок. Герой которого играет Гармаш, вот Сергей Гармаш. И достаточно известный актер российский, снявшийся во многих фильмах. Чебурашка это такой милый мультяшный персонаж, который вдруг оживает и попадает в реальную жизнь. Вместе с ветром, ураганом его приносят в ботанический сад, в котором работает наш главный герой. И Чебурашка был замечен на плантациях по сбору апельсинов. И его просто каким-то удивительным образом из Италии, насколько я понимаю, из страны жаркой. Или какая-то южная страна переносит именно к нам, в Россию. И вот Чебурашка оказывается в парке с этими апельсинами. Он есть их везде и повсюду, где только находит. Поэтому за ним начинается погоня. Но он прячется и ловко, и оказывается случайно в домике вот у этого главного героя нашего, смотрителя парка. Он его называет мама Чебурашка, потому что тот его нашел. Изначально Чебурашка устраивает бедлам в доме смотрителя. Буквально из-за своей неуклюжести он рушит все вообще, что находится в доме. Он начинает от страха бегать, как испуганный котенок. И, естественно, вызывает тем самым гнев. Но потом даже главный герой понимает, смотритель, что Чебурашка, он ребенок маленький, за которым нужно осуществлять уход. И он начинает его учить. Учить буквам, разговаривать. И делится со своим другом уже с радостью успехами этого Чебурашки. Конечно, в таком возрасте, когда у человека одиноко, у него нет возможности так часто общаться, для него это становится единственным радостным жизнемометом, когда у него появляется кто-то, кто с ним постоянно находится рядом, с кем он может общаться. Вот этим другом становится Чебурашка, который везде следует за ним. И изначально мы видим конфликт поколений, что дочь, которая вышла замуж нашего смотрителя, у нее есть своя семья. Это дочь, она платилерская, которая производит шоколад. И эта дочь, она стремится участвовать в конкурсах шоколада. Но по такой вот счастливой случайности, у нее бизнес идет в гору, и у нее появляется конкурент. Конкурент в виде завистливой женщины, которую играет Елена Яковлева. Очень интересная такая роль, такой как бы злой шапоклят, которая приходит в кафетерий, в эту кондитерскую, и вместе со своим коварным помощником они похищают амбарную книгу, в которой книгу рецептов. И после этого, естественно, невозможно участвовать нашей главной героине в конкурсе, потому что она не может приготовить тот единственный рецепт шоколада, вкусный такой, необычный, которым и приводит такое количество к ней покупателей. И тем самым этим же рецептом решает воспользоваться злодеи. Такие фабрики шоколадные, которые они организовывают в рекламную кампанию, праздник, мероприятие, на который приглашают других участников, но сами уже являются фаворитами этого конкурса, потому что у них все как бы уже куплено, как они считают. Нашей владелице кондитерской фабрики остается только пытаться выиграть честную конкуренцию. Но то, что было дальше, вы посмотрите уже сами. Я хотела бы сказать про некоторых актеров и персонажей, которые в этом фильме снимаются. Чебурашки озвучивает Ольга Кузьмина. Это известная, популярная российская актриса, которая снялась и стала популярной в России и благодаря сериалу «Кухня» в роли Рыженькой Насти, которая работала официанткой в сериале «Кухня». И далее она снималась в сериале «Война за отель», Мишки. Вот. И интересный еще момент, что Чебурашка, которого она озвучивает, он очень милый. И благодаря именно вот такому детскому голосу Ольге Кузьминой Чебурашка становится очень запоминающимся персонажем. Как вы знаете, озвучка тоже очень играет важное значение при выборе голоса персонажа. Проговорим про Сергея Гармаша, главного героя. Смотрите, он снялся в нескольких фильмах. Первая попытка, 72 метра, Чебурашка, Сибирь, Мономур. Это фильмы, в которых снимался. Ирина Максимова, которая играет дочь. Смотрите, как раз владелица кафе. Она играла, отлично сыграла главную роль в фильме-сериале «250 причин, чтобы жить». Посмотрите, у меня на него есть кинобзор. Конечно, Полина Максимова, она очень поднялась как актриса. Я считаю, что во многих сериалах у неё роль досталась ей очень такая интересная. И, как обычно, она в этом амплуа очень органично смотрится. Ну и Фёдор Добронравов, который играет друга-смотрителя, друга Сергея Гармаша, актёра в данном случае, он тоже снялся прекрасно, сыграл достаточно смешно. И вот там есть такой момент, когда они играют с Чебурашкой и с смотрителем. Играет Добронравов, его герой. Играет Добронравова. Два пенсионера играют в шахматы, и вдруг Чебурашка ставит шах и матри. И тут они понимают, что перед ними ценный экземпляр, который может собрать огромную публику в зоопарке. И думают, как бы его в зоопарк пристроить. Но потом, вы посмотрите по сюжету, происходит не совсем то, что они хотели, но Чебурашка опадает в дом вот этой вот злой бизнес-вумен, который играет Елена Яковлева. И вы увидите, что там происходит. Хочу сказать, что фильм, конечно, потрясный. Мне очень-очень понравился. И я рекомендую вам посмотреть. Сегодня я вам расскажу еще про один, который называется «Поехавшая». Этот фильм про женщину, которая оказалась в личной драме, из-за того, что ей изменил ее молодой человек. Он, помимо того, что он ей изменил, к ней не пришли на 30-летие ни один ее друг. А она организовала стол, и она настолько расстроилась от этих всех негативных событий, что пригласила посидеть у себя на дне рождения неожиданно приехавшего курьера, который привез ей цветы от своего вот этого изменившего ей парня. И сам парень приехал позже, но она не смогла его простить, потому что она была очень извлена, конечно, изменой. И такие вещи достаточно трудно прощаются. Поэтому она решила по совету курьера отправиться в велопутешествие, самостоятельное путешествие, взяв с собой только собаку-таксу. И вот она взяла в аренду у этого курьера специальную такую сумку для перевозки маленьких детей, прикрепила ее к велосипеду и посадила туда собаку. И вот с этой собакой она отправилась в одиночное путешествие по России. На встречу ей с ее приключением отправился еще один такой же любитель путешествий. Известный актер его играет, который также снимается в сериале «Кухня и война за отелью». Он играл Костю, все вы помните. А также в фильме «Богатырь» он играл главную роль. Он встречает ее неожиданно в лесу, когда на нее нападают двое мужчин. И она чудом просто от них убегает в лесу. И Костя ее спасает. Фактически главный герой. И между ними завязывается просто дружба. Изначально, потому что она к себе никого не подпускает после измены. И старается дистанцироваться от его советов, от его помощи. Она не хочет впасть в какую-то такую зависимость человеческую. После такого предательства ей достаточно трудно доверять мужчинам. Но вот этот новый знакомый становится ей действительно очень близким человеком, когда они преодолевают длинное расстояние вдвоем. Они путешествуют вместе на велосипедах и проходят сквозь приключения. Поэтому, естественно, между ними завязываются романтические отношения в конце концов. И если вы досмотрите фильм до конца, то вы увидите, что у этой поехавшей появляется любовный треугольник в виде бывшего и нынешнего парня. Сиви очень смешно наблюдать. Там еще участвует ее подруга. Вот этот новый друг, курьер. И все это в комедийной форме, опять же, представлено. Вот вы посмотрите фильм «Поехавший» и вам обязательно он, мне кажется, понравится. Ну, а потом напишите в своих комментариях под моим видео, какие вообще эмоции у вас вызвал фильм «Чебурашка» и фильм «Поехавший». Сейчас я смотрю уже «Эти жизни» сериал. Он все еще идет. Недавно я делала обзор по нему, но сейчас я хочу вернуться снова к обсуждению этого сериала «Жить жизнь» в главную роль Любови Аксенова. Я бы вам так сказала, что этот сериал, он очень интересный сюжет имеет, который необычным образом начинает раскручиваться. И появляются персонажи, которые раньше уже как бы умерли. Вот в этом и является профессионализм автора, профессионализм режиссера, когда в какой-то момент герой умирает, и что происходит дальше? Сюжетная линия меняется, а потом этот герой вдруг ошибает. Это всегда очень интересно. Такой прием используется именно в крупных бестселлерах, которые завоевали популярность именно благодаря таким неожиданным поворотам сюжета. Я, в свою очередь, когда писала книгу «Тайна царицы Асмин», тоже по аналогии хотела сделать похожий переход в сценарии. И мне кажется, мне удалось. Поэтому, если вам интересно исторические книги, то вы можете прочитать мою книгу. Она продается на Литресе, она продается на Зоне. Ссылочка под этим видео будет на эту книгу. Ну и еще на другие, которые я пишу. У меня сложилось впечатление, что главная героиня, она очень сильно подвержена эмоциям. Она маркетолог, и, естественно, на нее важную роль играет эмоциональность и какие-то вот чувства, потому что она живет именно вот этими понятиями. Когда сама с людьми манипулировала их чувствами, судьба с ней сыграла злую шутку, и получилось так, что над ней начали проводить эксперимент над ее чувствами. Вот как интересно закручивается сюжет. Да, я бы хотела, чтобы, друзья, вы подписались на мой канал, поставили лайки, поставили колокольчик, для того, чтобы быть в курсе о выходе новых видео. Они у меня вот недавно по ссылочке вышло видео про путешествие в Минске. Вы можете его посмотреть. Также не забывайте, что под этим видео есть ссылочки на донаты, которые вы можете оставлять по желанию. Я буду вам признательна, если вы поддержите работу над моим каналом. Все средства, которые вы пожертвуете, будут использованы на развитие этого канала для того, чтобы снимать вам контент. Не пришлось купить специальную селфи-палку, которую я сейчас пытаюсь использовать для того, чтобы стабилизировать изображение и убрать вот эту тряску. Поэтому, если вы можете себе позволить пожертвовать какие-то деньги на развитие и поддержку моего канала, это все для вас делается. Снимаю я для вас. Вот уже пять лет я на этом YouTube-канале и канал, слава Богу, начал все-таки набирать просмотры регулярно.